Здравствуй, Дедушка Мороз! В первый раз пишу о планшете в Новый год я тебя прошу. Со Снегуркой в Фейсбуке хочу подружиться. Помоги мне, дедуля, планшетом разжиться. Да! Закажи интерактивное телевидение всего за 6 евро 99 центов в месяц и получи гарантированный подарок – планшетный компьютер. Закажи в интернете. Будет выгоднее. Мы можем больше. Латтелеком. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разворот» в студии Оксана Антоненко. Добрый день, и Вадим Родионов. Звукорежиссер Родион Золотарев. Телефоны прямого эфира 672 12 93 9 и 672 13 93 9. Звоните, будьте активны, также пишите в видеочате на портале mixnews.lv. Говорить мы сегодня будем о налоговой политике. У нас в гостях руководитель управления по налоговому контролю Инна Реншнете. Здравствуйте. Добрый день. Кажется, наша гость хотела нас поправить по поводу должности заместителя. Да, давайте определимся. Вот мы как раз очень долго выясняли, как называется ваша должность, ваша интерпретация. Как она называется? Я работаю в службе госдоходов, и моя должность – это заместитель директора департамента по контролю. Вот на этом мы остановимся сегодня. Я, наверное, сразу расскажу, что поводом для нашей встречи стали те проверки, которые СГД проводит на рынках. Сотни килограммов продуктов передаются после этих проверок в зоопарк. Вот об этом, собственно, и хотелось бы говорить. Но для того, чтобы не уходить в сторону, может быть, вы озвучите, чем именно ваш департамент занимается, потому что, насколько я понимаю, есть разделение обязанностей. Вот вы проводите проверки чего? В моем подчинении находятся конкретные вопросы, функция по поводу проведения тематических проверок. То есть контроль разделяется на больше видов контроля – это как аудит, тематические проверки. То есть тематическая отличается от аудита тем, что посредством этих проверок не начисляются дополнительные налоги в бюджет. А сама тематическая проверка, ее цель – это проверка отдельных нормативных актов. Как соблюдаются эти акты? Это, например, торговые какие-то условия соблюдения правил по кассовым аппаратам применения, бухгалтерского учета. Хорошо, насколько я понимаю, с чего мы начали, вы проводите эти проверки, в том числе и на рынках. Как это происходит? Это контрольные проверки. То есть сотрудники СГД притворяются рядовыми покупателями, идут сумками на базар, условно говоря, и каждую вторую продавщицу и проверяют. Или как это происходит? Ну это не совсем притворяются, конечно, да, есть какие-то конкретные. Во-первых, проверки проводятся как акции. Это не одна и не две проверки, это в один рейд проводятся большими инспекторами и большее количество проверок. Конечно, проверки разделяются по парам инспектора, потому что в соответствии с законом мы их проводим не меньше, чем два человека. Это чтобы инспектора друг за другом следили на всякий случай? Ну это не то, чтобы следили, но это принцип, скажем так, двух глаз, да, и чтобы можно было составлять акты, чтобы инспектора было два. В тот момент, когда, конечно, осуществляется контрольная закупка, но это не театр и не игра, мы становимся рядовыми покупателями. То есть прежде чем что-то купить, вы не сообщаете торговцу о том, что вы представитель СГД? Нет, конечно, нет. В этот момент, когда мы совершаем свою контрольную покупку, мы точно так же, как рядовой покупатель, выбираем товар, покупаем его, рассчитываемся за этот товар и ждем завершения сделки, выдачу или не выдачу документа оправдательного за конкретную сделку, покупку. И что происходит, если вы не получаете чек? Получаем или не получаем, в любом результате завершается часть закупочного процесса и начинается часть оформительного процесса. В этот момент, значит, показывается удостоверение и то, кто мы являемся, и доверенность. И тогда мы начинаем заполнение официальных документов. Это бланк тематического акта, где отражаются полностью все наши действия, которые мы уже сделали, и действия, которые мы еще будем продолжать. А в каком проценте случаев вы не находите никаких нарушений? В этом году из всех проверок, если мы говорим о рынке, то на рынках Латвии проводилось 605 проверок, из которых 94% – это результативные проверки. То есть это проверки с нарушениями? Да, 6% – это без нарушений. А нарушения состоят в основном в чем? Нарушения состоят в том, что не регистрируются покупки в кассовом аппарате. То есть это то, что только что мы начинали и говорили, что не дается оправдательный документ и нет чека. И не выдача, соответственно, этого чека. Отсутствие оправдательных документов на конкретно товар, отсутствие накладных на имеющийся в продаже товар, неустановка и неиспользование кассового аппарата, неправильное заполнение журнала кассового аппарата. И, соответственно, одно из таких тоже грубых нарушений – это отсутствие трудовых отношений с продавцом. То есть они работают без трудового договора? – Учитывая, что довольно много проверок оказываются результативными, как вы говорите, вот те люди, которые работают на рынках, они ведь наверняка меняются не каждый день, продавцы, наверняка же вас запоминают, инспекторов запоминают. Вот не сталкивались с тем, что уже на подходе торговец знает, что вот это инспектор СГД в прошлом году как раз проверял? – Ну, в общем-то, может быть, и запоминаются лица, но, беря во внимание, что сама специфика работы такая и текучесть кадров есть, то наши лица тоже периодически меняются. Конечно, есть и такие уже, которых узнают, но мы стараемся в один раз не делать больше проверок, чем конкретно одна проверка на инспектора, потому что потом уже теряется смысл этих проверок продолжения. То есть, если идет 10 пар и делается 10 проверок, то уже еще 10 сделать больше нет смысла, потому что идут сзади люди, которые сообщают и показывают, кто на рынке сейчас участвует. – А вот оперативно, кстати, извещают друг друга торговцы в случае, если, допустим, первого поймали по личным, и потом эта информация быстро по рынку расходит? – Да, очень быстро. Были рынки, где специально музыку озвучивают, которую знают все продавцы, включая музыку, это вне Риги, да, в регионе, например. – То есть, играет определенная песня, это сигнал. – Да, играет определенная музыка, и уже все знают, даже ничего рассказывать не надо, что… – И какую музыку на вас ставят? – Ну, я не спрашивала, какую конкретно музыку, и не смогу ее исполнить все равно, но покупатели, вернее, работники этих рынков, они знают. – То есть, это как в боксе получается. – Распознаваемо. – Когда инспектор заходит на рынок, он заходит под определенную музыку, очень красиво и эффектно получается. – Да, да. А какое отношение к вам проявляют у продавцы, и особенно те продавцы, у которых обнаруживаются какие-нибудь нарушения? – Вот как они реагируют? То есть, извиняются, просят, может быть, взятки предлагают, или в драке, может быть, кто-то пытался лезть? – Да, пытался, пытался, несколько лет назад пытался и в драке лезть, и пришлось вызывать полицию, и составлять документы уже в полиции. Это было связано с конфискацией товара, и хозяин конкретного товара подбежал. Не продавец это был, а хозяин, и тогда там чуть-чуть было толкание, и пытались отнять этот товар. – А инспекторы обычно женщины или мужчины? – Обычно женщины. – И хозяин, насколько я понимаю, представитель сильной половины человечества? – Да, конечно, мужчины. – А не опасна ли вообще ваша работа, в принципе, в таком случае? – Бывают такие случаи, когда это опасно. – Может быть, бывали какие-то более тяжелые травмы? – Нет, до этого мы все-таки не дошли, потому что, очевидно, общество у нас все-таки воспитано, и если представители делают проверку, и, в общем-то, это как-то чуть-чуть все-таки респектируется. – А люди, которые продают эти товары на рынках, это крупные предприниматели обычно, или это человек, который, не знаю, у себя в огороде собрал яблоки и принес продавать? – Есть и так, есть. Я не сказала бы, что розничной торговлей занимаются крупные предприниматели на рынке, я бы так не сказала. Да, есть структурные подразделения, скажем, 2-3 точки на рынке имеет это конкретное предприятие, но эти объемы, они не настолько, во всяком случае, указываемые в отчетах объемы, не настолько большие, чтобы их назвать крупными. – Хорошо, а что вы делаете, допустим, с бабушками, так называемыми, которые приносят продавать, допустим, свои яблоки? Разумеется, у них нет кассового аппарата, у них, наверное, нет соответствующей документации, их тоже штрафуют, как-то отбирают продукты, вот что происходит? – Нет, бабушки, ну, во-первых, начнем с того, что визуально и места на рынке определены, где занимается предприятие, где занимается выращенный товар свой продают, и количество товара тоже видно. Это не наш круг и не наш интересующий контингент, бабушке с одной корзиночкой, мы к таким бабушкам вообще не подходим. – А по закону вы их должны проверять, они тоже что-то продают? – Мы имеем право проверять, но если идет речь о бабушке с корзиночкой, то я хочу сказать, что ей и не нужен кассовый аппарат, потому что она продает свою выращенную продукцию. – Но она же должна платить налоги или не должна, вот если по закону формально подходить? – Да, конечно, есть пункт закона, где конкретная сумма должна в течение года сосчитываться человеком, и если он превышает эту сумму, тогда он имеет право регистрироваться. – То есть вы по какому-то личному усмотрению к таким бабушкам не подходите, а по закону вообще-то должны были бы, или вы по закону к ним не должны подходить? – У нас есть риски, и по системе рисков эта категория не является этой рискованной категорией, к которой нужно подходить. – То есть бабушка не наносит ущерб государству? – Не такой, о котором мы сейчас говорим о проверках на рынке. – Хорошо, а в случае остальных проверок, что вам обычно говорят продавцы или, может быть, владельцы этих точек и, соответственно, продуктов? Вот почему так происходит? Ну, может быть, у кого-то денег нет, может быть, совсем мелкий бизнес, вот там последняя возможность заработать, или как они это объясняют? Все-таки какая-то коммуникация наверняка между вами происходит? – Ну, если просто не выдан чек и не регистрирована покупка в кассовом аппарате, ну, продавец, он же не является хозяином этого предприятия, да, он пытается, естественно, зная, что от хозяина может быть наказан каким-то образом, он пытается оправдаться, что он не успел или забылся, или очередь была, и он просто, ну, не сделал эту функцию и не регистрировал эту покупку. Но он больше ничего другого и не может сказать, потому что это обязан и должен выдать. Это заканчивание конкретной сделки. – Что потом происходит с этими продавцами и владельцами? Каковы размеры штрафа вот за соответствующие нарушения? – По Административному кодексу Латвийской Республики за конкретное нарушение нерегистрирования покупки предусматривается ответственность от 140 евро до 700 евро. – И насколько часто накладываются самые высокие штрафы? – Если это уже не первый раз, если это очень весомая покупка и, скажем, общий оборот этого неотраженного чека составляет, например, 50% от дневной выручки, тогда это весомо. И поэтому, принимая решение, рассматриваются все факторы конкретного нарушения. – Вот существует мнение о том, что малому бизнесу сейчас и так тяжело, учитывая экономическую ситуацию, учитывая безработицу, учитывая эмбарго, тяжелые отношения с Россией и так далее. – Вот вам не кажется, что, может быть, с какой-то точки зрения такие проверки, такие штрафы, 700 евро все-таки для кого-то это действительно много, они не дают развиваться мелкому бизнесу, который, возможно, через какие-то годы вышел бы на совершенно легальный уровень? – Ну, это не значит, что не регистрируя сделки, то есть не учитывая доходы, не платя налоги сейчас, он выйдет на какой-то уровень и это будет считаться допустимо. – Он должен платить налоги уже и сейчас, потому что не регистрируя эту сделку, ну, например, сделка в 10 евро от конкретной покупки, ПВН не учитывается, естественно, не уплачивается и подоходный налог в результате с предприятия, и это от каждой сделки. – То есть государство с 10 евро не получает 2,40, если не ошибаюсь, в качестве налоги? – Это не только налог на добавленную стоимость, но и подоходный налог с предприятий. – 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефоны прямого эфира, звоните, присоединяйтесь. – Вы говорите, что бабушки с корзиночками не входят в группу риска, с какой, не знаю, финансовой отметки начинается вот эта группа риска? То есть это предприятия, у которых оборот не меньше, там, определенной суммы или вот как вы это определяете? Где начинается группа риска, а где уже не группа риска? – В подоходном налоге сказана конкретная грань, я сейчас скажу, может быть, неправильно, это 2000 латов в латах. – В течение месяца? – Нет, это годовая. – Годовая. – Давайте, примем звонок, надевайте наушники. Добрый день. – В течение месяца. – Здравствуйте, говорите, пожалуйста. – Здравствуйте. У меня такой вопрос, значит, если у нас бедриба, и мы образовали специально бедрибу для того, чтобы управлять собственным домом, доходы у нас очень маленькие, ну, энтузиастно, можно сказать, и теперь вот эти 50 евро я должна буду платить налог. Я обслуживаю их как самозанятое лицо, у тебя в квартире, да, бухгалтерия небольшая. – Спасибо за ваш вопрос, но, насколько я понимаю, это немножко не потеет. – Примик, наша гость, это несколько не ее специфика, а работы. – 672-12-93-9, 672-13-93-9. Добрый день. – Здравствуйте, говорите, пожалуйста. – Добрый день. – Добрый день. У меня вопрос, может быть, не по теме, я сам предприниматель, в общем-то, стараюсь платить налоги. Но вопрос такой, каким-то образом здание СГД было построено на бывшей государственной, а теперь частной земле. И теперь СГД платит 7 миллионов евро аренду за это здание. Из наших налогов, между прочим. Извините, спасибо. – Спасибо. Этот вопрос можете прокомментировать? Это тоже не является частью работы нашей сегодняшней гости. – Но я думаю, что мы пригласим и будем приглашать представителей СГД, и вы сможете задать все интересующие вас вопросы в будущем. Сейчас прервемся на новости и рекламу, потом вернемся и продолжим. Не переключайте. – Мы продолжаем. Это программа «Разворот». В студии Оксана Антоненко. – И Вадим Родионов. – Помогает нам звукорежиссер Родион Золотарев. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. А в гостях у нас сегодня представители службы государственных доходов и Инна Реншнит. Еще раз здравствуйте. – Здравствуйте. Давайте сразу примем звонок. Надевайте наушники. Добрый день. – Алло. Здравствуйте. – Здравствуйте. – Я законопослужный плательщик налогов. Я хочу высказать свою претензию по поводу того, я частное физическое лицо, как у вас устроена консультационная работа. Раньше можно было прийти в консультационный отдел, и там тебе все разъяснят. Очень понятно. Сейчас вы все это ликвидировали и написали номер телефона, по которому вы можете обратиться, и можете обратиться, когда придете к нам непосредственно в инспекцию, и там тогда мы вам все расскажем. Была инспекция, мне сказали, а вот вам компьютер, идите и рассмотрите, что там вам надо. Звоню по телефону, мне говорят, а вот у нас, значит, вот такой электронный адрес, вы туда зайдите. В общем, никакой ясности, понимаете, я люблю свое дело, хочу платить налоги, но я хочу в то же время знать, как это сделать правильное. – Спасибо. Не поверить, но в перерывы мы говорили об этом же. По поводу консультации, пару слов, я понимаю, что это не совсем специфика вашей работы, но вот у Слава все-таки консультации у СГД есть, и как их можно получить? – Конечно, есть консультации. Вы можете прийти к нам в службу год доходов на ТАЛ и С1. – Это в межпарке? – Это в межпарке, да, мы сейчас находимся всем в одном здании, это, в общем-то, очень удобно. Может быть, какое-то недоразумение было с конкретной вашей ситуацией, но, в принципе, вы можете, придя на первый этаж, нажать, подойти к специальному аппарату, где есть перечисленные конкретные услуги, которые можно получить, и в том числе консультацию. И по номеру, который будет показано табло, вы подойдете на втором этаже к специалистам, которые должны вас полностью обслужить. Не только по тому вопросу, скажем, устному, который вы задали. Если конкретный специалист не может ответить вам в данный момент, он должен позвать специалиста, который поможет конкретно ответить на вопрос. Ну и в совсем сложной ситуации, конечно, мы отвечаем и письменно. – Давайте вернемся к нашей основной теме. Напомню, что говорили мы о проверках, которые проводят СГД на рынках, о тех десятках и тысячах килограммов продуктов, которые изымаются, опять же, на рынках, потому что продавец не выдает чек или еще по каким-то причинам. Насколько я понимаю, все эти продукты до сих пор направлялись в зоопарк. Вот почему именно в зоопарк? – Ну, я хочу сказать, что по статистике таких случаев в этом году, я уже называла, что у нас было 605 проверок всего, да, и из этих случаев 147 случаев было, когда конкретно товар конфисковали, и это в общей сумме. В этом году специально посмотрела статистику с прошлым годом. Один в один, как ни странно, 8,9 тонн конфискованного товара отправлено в зоопарк. Ну, во-первых, что это за товар? Товар, весь товар этого года был конфискован маленьким количеством в Дагопилсе и тоже ушел в зоопарк. И общая масса – это Рижский центральный рынок. Что это за случай, когда этот товар конфискуется? Это когда на товар нет оправдательного документа, то есть мы не знаем происхождение этого товара. – То есть откуда привезен, что в какие и так далее, да? – Да. В случае, как это происходит, это при той же контрольной закупке продавец просто разворачивается, покидает торговые места, и здесь нет вывесок ни о конкретном предприятии, нет информации, кому принадлежит этот товар, у кого можно спрашивать дальше и продолжать проверку. И то есть это тот товар, который остается как бесхозный товар, без владельца этот товар конфискуется. – А продавца вы в таком случае не можете остановить? – Мы не полиция, мы не можем ни бежать, ни догонять, ничего. В этом случае мы не можем ничего сделать. – Но это было бы в ваших интересах? – Он разворачивается и уходит. – В ваших интересах было бы его задержать, как-то оставить принудительным образом, как-то узнать все-таки про владельца товара? – Это не будет вообще функция службы госдоходов. И, в общем-то, если ситуация по нашему законодательству складывается, так как она складывается, то ее исход получается таким, что этот товар просто изымается. – Таким образом, продавец, если чувствует, что его прижали к стенке, вот как вы сказали, он просто разворачивается и уходит, таким образом он жертвует товаром, но понимает, что ему за это ничего не будет. И его хозяину, соответственно, тоже. – Ну, они тоже, в принципе, знают, что они торгуют, скажем, не полностью честно, и поэтому очень больших накоплений товара в этой точке каждодневно они не держат. – Можно ли в таком… – Будет 10 ящиков, например. – То есть у них на родной точке все-таки своего рода, вот они себя обезопасили. – Небольшое количество позиций, да, чтобы, если вдруг будет такая проверка, чтобы они более-менее меньше пострадали. – А можно ли в таком случае сделать вывод, что если у торговца не очень много товаров в наличии, значит, что-то может быть не в порядке с документами? – Нет, такой вывод нельзя сделать. – Давайте примем еще звонок. Добрый день. – Здравствуйте, говорите, пожалуйста. – Добрый день. Алло. – Да. – Добрый день. – У меня вопрос к вашей гости из юридической сферы. Контрольная закупка – это оператива Дарбиева? – Нет. – Не относится к категории оперативных работ? – Нет. – Так, и где статус контрольной закупки? Я говорю, в каком положении? – Что вы имеете в виду под статус? – Нет, ну, юридический статус. Вот контрольная закупка в других странах – это оперативно-розыскная деятельность. – Нет, это не является розыскной деятельностью. Это функция, которая подлежит как конкретному обывателю с таким же закупкой, как простой покупатель. И в конкретном случае эта закупка, во-первых, не всегда может отдаваться назад, она может остаться и у человека, как у покупателя. – То есть сотрудник из ГД может просто купить себе яблоко? – Да. – Хорошо, спасибо. – Прошла. – Спасибо. 672-12-93-9, 672-13-93-9, еще звонок. Добрый день. – Добрый день. – Добрый. – Я бы хотела такой вопрос коснуться. Раньше маршрутные такси Рига-Юрмала и обратно всегда выдавали, без каких-либо просьб и напоминаний, билет. Сейчас этого не дождешься. Стала обслуживать лепестка какая-то там организация, билеты напрочь не сдают. Когда обращаешься к вам и говоришь, что слушайте, а тока-то нет. Может, вы примете меры, и налогов будет больше. – Спасибо. – Кстати, маршрутные такси попадают в категорию интересующих вас клиентов? – Да, конечно, попадают. Я хочу сказать, что это тоже, можно сказать, что это такая же сделка. И выдача документа – это просто обязательно. Одна сторона эту услугу преподает, а вторая сторона, как клиент, ее получает. И давая деньги за конкретный проезд, обязательное требование – это выдача чека за проезд. На что я хочу обратить внимание в этом вопросе, даже если вы получили этот чек, пожалуйста, посмотрите, какая сумма отражена в этом чеке. Соответствует ли она той сумме, которая дана за платеж? Ну, например, если проезд стоит евро, чтобы в конкретном чеке, который вам выдали, не оказался ноль. – Такое тоже бывает. – Да, такое тоже бывает. – Но маршрутки вы тоже проверяете? – Да, конечно. – И как часто вы это делаете? – По мере поступления рисков. – А, ну, об одном риске нам только что сообщили. 672-12-93-9, 672-13-93-9, еще звонок. Добрый день. – Здравствуйте, говорите, пожалуйста. – Добрый день. У меня вопрос к вашему гостю. Скажите, пожалуйста, по платным стоянкам, какую ответственность несет платная стоянка? Если мы платим деньги, они дают нам чек. А машину, если угнали или что-то с ней сделали, какую ответственность несет все-таки платная стоянка? Спасибо. – Ну, вряд ли, если вашу машину угнали, не дай бог, за это отвечает служба государственных доходов. Но, тем не менее, по поводу платных стоянок и вообще стоянок, я так понимаю, что это тоже все-таки ваши клиенты в какой-то степени? – Это тоже наши клиенты, но поскольку конкретно было сказано, что чек выдан, это то, что контролируем мы, это регистрация сделки, отражение ее в бухгалтерских документах. – Ну, вообще, платные стоянки, вот их много и во дворах, и в микрорайонах. Насколько это серьезные нарушители? Вот приходится ли там сталкиваться с проблемами? – Да. – Как там проводятся контрольные закупки, как вы являете нарушителей? – Точно так же. Заезжаем на машине, оставляем машину, то есть это получается контрольная закупка. И выдается или не выдается документ, это чек за то, что мы поставили эту машину. Но здесь еще хочется сказать, что очень часто нарушения есть и в трудовых законодательствах, потому что не всегда оформлены люди, которые работают на этой стоянке сторожем. Так как стоянки, время работы стоянки – это 24 часа, и должны обеспечить круглосуточное то отражение в документах и показания, сколько людей конкретно работает, не соответствуют тому графику и тому нужному количеству людей, которые должны быть. – А вы можете доказать, что человек работает без трудового договора, если он это не подтверждает и работодатель это не подтверждает? Ну вот, допустим, вы видите, что там сидит сторож, но он, может быть, там просто сидит, ну ему некуда пойти и так далее. Вот у вас есть какой-то арсенал действий? – В гости зашел опять же, да. – Ну дело в том, что если он зашел в гости, то в данный момент в основном он находится один, некому зайти, он при исполнении обязанностей… – А зайдуйшел? – Не говорят так, потому что мы сразу берем и пояснение, да, какие функции, что он тут делает, и в общем-то. – Это та категория, которая является категорией честных людей, потому что это люди предпенсионного возраста, это те люди, которые не обманывают, а говорят, как оно есть. – А какие еще группы продавцов или предоставители услуг являются наиболее рискованными? – Ну это, конечно же, если брать во внимание, какие отрасли в этом году у нас были на контроле, это тоже строительство, это те же автосервисы, если вы слышали, да. – Да, была, кстати, новость о том, что вы собираетесь проверить несколько десятков автосервисов. А там в чем проблема заключается в основном? – Мы уже проверяем, мы не только начали проверку. Это очень большая акция, и средства массовой информации, генеральный директор о том, что это зона риска и конкретная отрасль риска, уже информацию еще дали летом. И начиная с августа мы начали уже первые проверки в автосервисах. И за время, которое было дано автосервисам привести самим в порядок, так как на превентивную работу, была регистрация предприятий, 345 предприятий сами зарегистрировали, легализировали свои предприятия. – А если вы их уже проверяете, то в чем заключается нарушение? – Ну, здесь нарушение, в принципе, такие же. Выдача оправдательных документов, опять-таки, за услуги. Здесь от населения поступает достаточно много жалоб, и в день можно это сказать десятками. – А на что жалуются? – Ну, за те же невыдачи документов, за то, что берут машину, например, на ремонт, а заплатили наличными деньгами, не получили оправдательный документ, в основном обращаются тогда, когда какая-то проблема случилась с этой машиной. – То есть, после этого машина сломалась, и тогда… – Да, машина сломалась, гарантийного ремонта нет, услуги не предоставляют. То есть, человек сам себя не защитил в тот момент, когда он получил эту услугу. Не попрося этот документ, он не может пойти уже ни в Центр защиты прав потребителя, ни к нам, потому что у него нет доказательств, что он эту услугу получал именно здесь. – А какую ответственность несет этот человек, который эту услугу купил за наличные, и потом уже, когда понял, что у него проблемы, пошел в СГД? – У нас нет солидарной ответственности. – То есть, он ни за что не отвечает? – Да. – А что вы в таком случае посоветуете покупателям или людям, которые получают какие-то услуги без чеков? Ну вот, отдал наличные деньги, думал, что чек дадут, а чека не дали. Что делать? – В лучшем, конечно, если есть возможность выбора, такую услугу не брать. – Но если деньги уже уплачены, не драться же за них? Или как? – Нет, конечно, не драться. Но в любом случае, если вы что-то покупаете, и вы выдали деньги, вам не выдают чек, в общем-то, в этот момент можно вызывать, вплоть до полиции, если вам не отдают ваши деньги, и вы не хотите брать эту услугу. – Это как вымогательство уже может быть. – Ну, в общем-то, да, потому что вам не выдают за это. Это сделка, которая не состоялась. Потому что две стороны есть, но не существует окончания этой сделки. – А в каких случаях продавец не должен давать чек? – Нет таких случаев. – Ну, вот те же бабушки с корзинками. – А, ну, это когда, в принципе, физическое лицо, продавая свою продукцию, которую он вырастил, естественно, он не пользуется, и у него не должен быть кассовый аппарат. Тогда это тот случай, когда этого документа нет. – А как насчет услуг, к примеру, тех же парикмахеров, которые стригут у себя дома своих знакомых? – Ну, это нерегистрированная хозяйственная деятельность. – А это не считается физическим лицом, который продает свой же товар, в данном случае услугой. – Считается, но это, во-первых, нерегистрация хозяйственной деятельности. Это нарушение. – Ну, то есть там чек, по идее, должен быть или нет? – Не идет речь даже о чеке. Он вообще не может делать такую работу, пока он не зарегистрировал хозяйственную деятельность. – То есть он хотя бы микропредприятие должен зарегистрировать для этого? – Да. – Давайте еще звонок примем. Здравствуйте, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. – Добрый день. – Добрый. – Будьте любезны, скажите, пожалуйста, вы контролируете как налогоплательщика Латвию с кухни типа? – Я не могу вам конкретно отвечать на вопрос, по конкретному предприятию контролируем или нет. Контролю подлежат все предприятия, все налогоплательщики Латвии. – Ясно. Значит, вопрос такой, что есть большое подозрение, что это предприятие скрывает свои доходы. Дело в том, что акции, которые номинальная стоимость 1,42 евро, в настоящее время, в течение нескольких лет, держатся на уровне где-то 35-40 центов. Значит, раньше разговор шел о том, что все доходы идут на обновление флота. Флот обновили, все суда новые, все суда заняты работой, работают. А акции, как говорится, находятся на самом минимуме, меньше номинальной стоимости 3 раза. И это очень странно, потому что в течение больше, чем 10 лет ни разу не выплачивались никакие дивиденды, ничего. Какая-то странная ситуация. Вы можете ответить на этот вопрос? – А скажите, пожалуйста, для того, чтобы не быть, может быть, голословным, вы представляете эту компанию, имеете какое-то отношение к ней, не называя имени, если вы не хотите? – Да, я работал, у меня есть акции, я отработал 40 лет в этой компании. – То есть вы акционер этого предприятия? – Конечно, да. – Спасибо. Можете как-то прокомментировать? – Или направить, куда вот идти человеку? – Ну, во-первых, это большое предприятие, если вы являетесь акционером, очевидно, у вас есть доступ и к годовому отчету, и он, в общем-то, доступен. Можно видеть и прибыль, и распределение этой прибыли. Но если у вас есть какие-то конкретные доказательства о том, что вполне возможно есть какие-то финансовые нарушения, конечно, лучше написать эту информацию, соответственно, в службу. И если есть какие-то доказательства, то было бы очень хорошо, если бы вы их могли тоже предоставить. – То есть ему необходимо обращаться в службу госдоходов? Не в полицию, а к вам. – Да. – В первую очередь. – Еще звонок. Добрый день. – Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – У меня такой вопрос. Вот в нашем доме многоквартирном очень много квартир сдаётся другим людям, как бы в наём. Но, по-моему, никто договоров никаких не заключает. Ну, естественно, налогов не платит из хозяев. – Спасибо. Вот эта ниша народного хозяйства является объектом вашего интереса? – Является. – И как часто там обнаруживаются нарушения, и каким образом вы их проверяете, вот эти вот квартиры? – Эти нарушения могут быть выявлены только в том случае, если у нас есть такая информация от тех же жителей, населения. Потому что если это нерегистрированная деятельность, то вы сами понимаете, мы такую информацию знать сами не можем. То есть если есть информация, если есть какое-то письменное заявление или какой-то звонок, тогда мы можем уже смотреть по базе данных, потому что она у нас очень обширная, и пытаться сопоставить эту информацию. И если в конкретном случае, как звонил человек и говорил, что сдаются квартиры, то для того, чтобы её сдать, можно регистрировать хозяйственную деятельность, если это, скажем, 2-3 квартиры в месяц он сдаётся. Можно не регистрировать, но об этом обязательно нужно дать информацию в службу госдоходов, что сдаётся эта квартира, есть специально заполняемые документы, и конкретным людям всё объяснят, расскажут, что нужно делать для того, чтобы всё это делать правильно и заплатить налогу. – Ну хорошо, если, допустим, у меня две квартиры, в одной я живу, вторую сдаю. Ну, не знаю, это 200-300 евро в месяц, то есть такие обороты. Какие налоги я должна платить, и сколько это в итоге получится? – Подоходный налог это будет. – 24%. – А если я его не плачу, тогда что? – Ну, если вы хотите всё-таки правильно поступать и быть честным к своему государству и платить налоги, то вы должны его платить. – Хорошо, если вы получаете соответствующую жалобу с соответствующими доказательствами, то что может грозить владельцу такой квартиры, вернее лицу, который её сдаёт? – Ну, мы не будем говорить, может быть, об одной квартире, которая сдаётся. Здесь, скорее всего, человеку просто нужно объяснить, как нужно правильно поступить, что нужно делать, как нужно заполнить документы, и раз в году, подав декларацию, просто заплатить налог. – А неуплаченный налог он должен будет заплатить? – Да, конечно. – Если, допустим, он уже несколько лет эту квартиру сдаёт и до сих пор ничего не платил. – В течение трёх лет по закону можно подать декларацию и уточнить конкретные объёмы налогов. – Ещё звонок примем. Добрый день. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Скажите, а если вы получите документ на русском языке, вы что сделаете, если вы примете меры, либо не примете? Потому что вот я подал в прокуратуру на русском языке, они мне его вернули, сказали, пишите на латышском, но меры приняли со своим интересом. То есть они дали команду, чтобы всё было сглажено. – От юридических лиц мы, наверное, не будем принимать конкретно и отвечать, потому что у нас государственный язык и документы должны подаваться, заявления в том числе на государственном языке, допускается возможность перевода нотариально заверенного. Если вы как физическое лицо подаёте жалобу, то, естественно, мы реагируем на эту жалобу и принимаем меры. – Но практика показывает, что в СГД можно обращаться с письмом на русском языке, в том числе по электронной почте, и получаем ответ по латышски. То есть вы это практикуете, тем не менее? – Ну, я не буду сейчас, наверное, отвечать за другой департамент, потому что я не знаю, на каком языке получают и отвечают. Скажем, я могу просто комментировать по поводу жалоб, которые поступают, и как правильно, на каком языке. – То есть вы реагируете всё равно на них, если они на русском? – Да, да. – Ещё звонок, добрый день. – Добрый день. Знаете, вот ваше слово, Александр, в принципе, занимается реализацией фискальной политики, всё понятно. И как чиновники вы стремитесь как можно всё больше формализовать. Больше справок, больше отчётов, больше контроля. Вам легче так работать, это вполне нормальное явление. Но вот для нашей экономики, извините, слабо развитой и чахнущей, для которой, в принципе, нужен рывок, нужен совершенно другой подход. Вот ваше мнение, может быть, всё-таки надо больше подходить с таким расчётом, что не надо формализовать всё, а надо устанавливать какие-то критерии, ну или хотя бы планки, как вот для микропредприятий. Какой-то единый процент, который характеризует там деятельность. И, значит, в этот процент отчислений идут там и налоги из прибыли, и там со всего остального. Может быть, есть смысл подходить вот к тем же самым автосервисам совершенно по-другому. Может быть, надо устанавливать какое-то, значит, требование, например, к этому автосервису и говорить, вот, ребята, у вас там, например, формально по вашим, значит, возможностям от того, что вы имеете, например, такие площади, такое оборудование, ваша прибыль ориентировочная должна быть, например, там 30 тысяч в год. Согласны? Если согласны, всё, мы устанавливаем один процент, больше вообще не ввязываемся. Если она у вас меньше, предоставьте, пожалуйста, документы и так далее. Вот вам не кажется, что и вообще ваше мнение, есть ли такие возможности вообще-то расширить вот такой подход к каким-то отраслям экономики или, может, среднему или малому бизнесу? Спасибо. Интересный подход и интересное предложение. Конечно, это получается, что к каждому налогоплательщику свой подход. Ну, на данный момент у нас существует общее законодательство, и, как вы правильно сказали, есть возможность использовать этот налог с микропредприятий и платить, скажем, его в таком размере, как он сейчас дан, то есть это 9%. И есть возможность потом менять форму и становиться тем же предприятием с ограниченной ответственностью и платить уже налоги. На данный момент не позволяет законодательство такого подхода подойти, посмотреть, должен платить столько или столько. Другое дело, что это всё, что вы называли, берётся во внимание при осуществлении контроля, и мы действительно смотрим, можно ли такой оборот достигнуть, например, с двумя работодателями, которые показывают конкретное предприятие. Понятно, что нет. И здесь не существует уже договор, здесь мы ищем доказательства, что на самом деле этих работников, которые эту услугу преподносят, было больше. На ваш взгляд, на данный момент, в данной ситуации СГД могло бы как-то облегчить жизнь мелкому бизнесу? Ну, всё-таки для некоторых эти и проверки, и необходимость заполнения соответствующих документов довольно затруднительное занятие, и налог один, налог другой. Вот как-то можно было бы всё это сделать легче? Ну, я понимаю, что законодательство у нас может быть не настолько простое, не настолько просто его понять, чтобы правильно соблюдать. Но если мы уже доходим до контроля, то то, что само предприятие могло сделать без контроля, оно уже вроде как и сделало. А контроль приходит тогда, когда есть уже какие-то конкретные нарушения. То есть здесь тоже мы уже разделяем этот контроль. Не приходит сразу аудит, который начинает делать проверку, и в результате которой получаются дополнительные платежи, бюджет налогов плюс штрафы. А первая проверка идёт тематическая, и здесь я хочу сказать, что это, в общем-то, как указание или помощь, если так можно сказать, в чём-то налогоплательщику на указание его ошибок и несоблюдения нормативных документов. Да, есть, конечно, случаи этих административных штрафов, но они всё-таки несопоставимы с налоговым аудитом. И здесь, в общем-то, после окончания этой тематической проверки предприятию, когда есть больше нарушений, всегда даётся возможность самому всё исправить. И самому подать декларации. И, в общем-то, хочу сказать, что в этом году таким способом мы указали на нарушения, и платежики сами почти на 2 миллиона исправили и заплатили налоги в бюджет. На этом мы закончим нашу программу. Инна Реншни, ты была гостем программы «Разворот», заместитель руководителя управления по налоговому контролю ФГД. Спасибо вам за это интервью. Эфир провели Оксана Антоненко. И Владимир Родионов. Помогал нам звукорежиссёр Родион Золотарёв. А мы с вами не прощаемся, вечером встречаемся в программе «Войсконтроль». Спасибо нашей гости, всего доброго. Спасибо, до свидания.